Ку-ку! Ку-ку! Привет! Ку-ку! Не подходи ко мне! Нет! Нет! Привет! Привет! Привет, привет, ребята! Привет, ребяты! Ку-ку! Не подходи ко мне, еще раз говорю! Нет! Нет! Привет! Доброе утро, ребята! Ну что, давайте, рассказывайте, как у вас дела, что у нас сегодня? А что у нас, что нам подарит день насыщенный, так сказать? Ну что, у нас уже в это воскресенье, в это воскресенье наш локомотив, состав, марафоновский, поедет к Новому году. Поедет к Новому году, да. Вот, так что у вас еще есть время успеть вступить, так сказать, в марафон, потому что завтра уже у нас 23-го числа, 23-го, в субботу. Уже состоится первый и последний, как бы первый на старте, фитнес-инструктаж, разбор полетов перед марафоном, будем разбирать все болячки, разбирать все вопросы, разбирать питание, разбирать, как сдавать отчеты. Так, гарцевальная, блядь! Вот, блядь, лошади трэш просто, что они тут творят, это unreal, unfucking real. Блин, а я думаю, что такое, эфир зависли, комментарии, комментарии. Завтра я делаю эфир йога. Так, девочки, да, информация. Завтра, Марья Васильевна, открытая тренировка йога для спины в 11 часов по московскому времени. Открытая тренировочка, и вы сможете также позаниматься. Не забываем. Не забываем, пожалуйста. Вот, так что завтра присоединяемся к Марье Васильевне на страничке у Марьи Васильевны. Открытая промо-тренировка. Йога спины как раз-то очень необходима. Вот, еще раз говорю, что спина это, так сказать, выражусь, наш ствол-дерево, который полностью держит нас. Если слабая спина, то, извините меня, и будет все остальное тоже слабое, так сказать, и будет все остальное страдать. Поэтому укреплять спину необходимо. Завтра в 11 часов по московскому времени открыта промо-тренировка йога для спины. В воскресенье уже состоится первая тренировка с героями марафона. Как раз у нас будет силовой комплекс на укрепление мышечного корсета спины. То есть мы сразу же, так сказать, начало марафона положим на полное укрепление именно мышечного корсета спины. Сегодня день психолога! Ёптить, моктить! Марь Васильевна! Психолог наш года! Ну, тогда мы тебя поздравляем всем! Че, а? Коллеги с праздником! Сегодня, оказывается, день психолога, ты представляешь? Марька надо бухнуть! Светик кричит, Марька надо бухнуть! Тащи свое самое лучшее винище! Тащи свое самое лучшее, говорит, винище, надо бухнуть, это точно! Вот. Уже в ожидании марафона. Ждите, девочки, сейчас админ уже максимально старается всех-всех принимать и добавлять. У меня много профпраздников. Блядь, Марь Васильевна, Марьк, блядь, с тобой спиться можно, блядь. Заебешься справлять. Не жизнь, блядь, а спрашной праздник! Вот как тут-то! Думала, не буду в этом марафон час, но нет же, мне же завидно будет. Правильно, правильно. Есть кошаки-мужики, конечно, аж два члена бегают тут по квартире. Два члена? Да заебали уже, блядь, своими яйцами. Своими мудями, блядь, здесь трясти. Одного хиса-члена нет. А ну одного члена нет. Ну как пиписька-то у него есть? Ну вообще. Да еще день сыновей. Да заколебали, блядь. Я говорю, я заголебусь пить так. Я уже и так пытаюсь отвыкнуть. Рожи и так уже два на два, блядь. В экран скоро не влезет. Ночную эфиру, а у меня, блядь, ебло на полэкрана. Саня, ты охерел залазить на стол? Очень кушать. Сын хренов, блядь. Это если твой день не значит, что можно, что хочешь делать. Ну-ка, жди со всеми. Давай марафон каждый месяц. Каждый месяц, ребят. Надоест же вам это, надоест в итоге. Заниматься-то столько. А, смотрите, смотрите, это сильная независимая женщина. Мы еще не убрали, у нас тренировка прошла. Смотрите, сильная независимая женщина. Да, я такая. Как думаете, седьмую завести? Конечно. Вот так утро и начинается. После тренировки у них жратва. Сильная независимая женщина. У нас шесть пока что. Ключевое слово. Ключевое слово пока что. Вот так у нас каждое утро. А не переживайте, девочки, просто ждите, а администратор всех добавит. Не переживайте. Кто-то ждал и по три дня, и по четыре. Но в старых марафонах домашку беру и делаю. Молодец. Это заразно. Я тоже стремлюсь к шести. Но на самом деле мы ни к чему не стремились. Но вот, блядь, так глаз упал. Глаз упал и влюбились. Не дерут когтями мебель на кухне, но нашим стульям пизда уже. В принципе. Там фаршмак от стульев уже остался. Ритуля с вами загуляет с хорошим га. Хор кошачьего, не говори-ка. Привет. Ёбнешься, пока их всех покормишь. Да ладно, что тут покормишь. Вон, навалял им миску. Вон, смотрите. Вон, смотрите, как хором они жрут все. Вон, видите, смотрите. Вон, толпа. Все по лавкам. Вон, жопы, видите, пушистые сидят. Вон, заебись. Сейчас лысая, лысая шакал сейчас сожрет все и побежит у всех доедать. А, видите. Такие жопы сидят. Ага. У каждого своя миска. А, бля, все трэш. Утро. Вот так каждое утро. Ну, на самом деле, когда выходишь из комнаты, они все толпой сидят прям под дверью. А марафон стартует 24 ноября уже в это воскресенье. В это воскресенье стартует марафончик. Вот. Завтра, еще раз напоминаю, завтра на страничке Марии Васильевны открытая промо-тренировка йога для спины для всех. В субботу, в 11 часов по московскому времени. А в воскресенье уже стартует марафон. И в 11 часов по московскому времени уже будет тренировка силовая на спину со мной. Мэйн-кун большой нужен? Нет, не надо никаких мэйн-кунгов. Ты что, он тут насрет, весь лоток засрет мне сразу. Лысого кота купила. Не, лысые они клевые. Ну, я не знаю, смотря как воспитать. Ну, у нас она добрая, она ручная у нас страшная. Да. В воскресенье будет такая лайтовая тренировочка. Сразу же закачать, укрепить мышечный корсет спины. Рит, сколько стоит ваша кухня? Ребят, я не знаю, без понятия. Это кухня Мария. Когда я квартиру брала, она уже здесь была. Завтра после йоги в 12 будет же прямой эфир на марафоне. Завтра в 12 часов. Так, во сколько у нас завтра? У нас завтра инструктаж. У нас завтра в марафоне инструктаж. Во сколько он там? Сейчас я еще раз посмотрю. Сейчас скажу. Завтра у нас в 12 часов по московскому времени, да, у нас в марафоне уже состоится фитнес-инструктаж, девочки, мальчики. Я еще раз напоминаю, что всем обязательно быть для того, чтобы не было лишних вопросов. Чтобы вы были максимально, так сказать, проконсультированы, проинформированы, проинструктурированы, так сказать, по марафону. А Лысик обязательно зимой одевать? Да нет, не обязательно. Мы ее так бывает одеваем, когда окна открываем, к примеру, во время тренировки, мы ее одеваем. А так, нет, она у нас бегает у нас с полы, с подогревом, она на полах спит постоянно. Девочки, все эфиры, все тренировки будут сохраняться 24 часа в марафоне, в аккаунте марафона. Поэтому, если вы не успеваете, вы можете всегда отработать перед работой, либо после работы. Конечно, все будет сохранено. Дратайте, дратайте, дратайте. Все, нажрались, скотобазы. Скотобазы нажрались. Скоро-скоро все начнется. Ремонт как у вас качественный или есть замечания? Ну, как сказать, да у нас все равно здесь жила как бы семья, да, и, ну, как сказать, какие-то скольчики, потертости, конечно же, есть. Но это так минимально, поэтому я могу сказать, что хороший ремонт, нормально. Длится марафон месяц с 24 ноября по 24 декабря. Ровно месяц. Нервничаю перед началом марафона прям, не переживай, нифиг нервничать, наоборот, наоборот, будешь кайф ловить. Новый год мы здесь будем в Саратове, будем справлять у подруги дома. Нет, слава богу, уже не съемная хата, своя ипотека. Здравствуйте, здравствуйте, ребята. Поэтому, если вы еще думаете, не думаете, ребята, а старайтесь вступать, тем более в следующем году марафон чуточку подорожает уже, это последний марафон за 1000 рублей. В следующем году он там чуть-чуть на 300-400 рублей у нас подорожает. Поэтому пишите вот по этому номерочку и просто терпеливо ждите, администратор всех обязательно добавит. Будем работать до последнего, так сказать, клиента. Для набора веса, какой можно пить протеин или не надо его пить? Если вы выполняете свою суточную, к примеру, норму рациона, необходимую, съедаете сколько необходимо вам, то не обязательно. Протеин это как мобильный прием еды. Спасибо, спасибо большое. Куда деньги кидать за марафон? Пишите сначала вот на этот номер, администратору вам все вышли, все инструкции, все реквизиты и весь ход действий, что вам необходимо сделать для того, чтобы вас добавили. На телефон, на номер телефона деньги не надо кидать, ребята. Я всегда вас предупреждаю, пожалуйста, никогда не кидайте деньги, куда попало. После того, как вам пришлют все реквизиты, полностью все реквизиты, на кого, куда, почему, вот только тогда вы оплачиваете. Раньше времени вы никуда не оплачиваете, потому что реквизиты меняются всегда. Понятно? Чтобы потом у вас не было никаких, о боже, помогите, спасите, куда я отправила деньги, но я все потеряла, боже мой, умоляю. Спасибо большое, спасибо большое за рекомендации, за отзывы. Для тех, кто в танке, что за марафон? За Русланишна. Русланишна, зайди на мою страничку, там есть пост о марафоне, там все полностью про него написано. Марафон, это у нас будет с пяти спикерами, как обычно у нас. Можно завтра нахуяриться, а потом в бой. Нуж напоследок, можешь нахуяриться. Отлично. О чем мечтаете? Много о чем. У меня масштабные мечты. Нет, нет, Даша, нет. Ты чего, свой собственный зал. Это только мечта, так сказать, свой собственный зал. Нет. Я просто работаю персональным тренером в зале. Привет. После НГ марафон будет, но пока что, пока что не знаю, не могу вам сказать даты. Они еще не согласованы, поэтому у нас командует, это марафон Марья Васильевна, поэтому мы ждем, Марья Васильевна скажет, когда будет планироваться старт следующего марафона. Можно тогда и сегодня нахуярить, завтра, чтобы поболеть? Можно, можно, ребят. Отлежусь и в бой. За сиськами. Искакать с весом 100 кг, я думаю, она рухнет. Ну, пока еще ни у кого не рухнуло, поэтому ничего страшного. Сегодня тренировку нельзя посмотреть, тренировка только в хоум-тренинге была сегодня. Хочу марафон, пиши вот по этому номерочку и жди ответа администратора. Терпили его только. По поводу веса, да, девочки, я просто сразу говорю, что мое питание, авторское в марафоне, оно направлено не на цифры, оно направлено на коррекцию и на объемы ваши, на качество, на качество вашего тела. Понимаете, мое питание максимально направлено на улучшение, улучшение качества тела, качество пропорций. Мне не важны ваши цифры на весах. В свои весы вы можете вышвырнуть прямо в окно, я вас сразу предупреждаю. Вы можете потерять всего 2-3 кг, но визуально в зеркале объемы будут уходить нереально. Понимаете, просто нереально вы будете меняться колоссально. Качество мускулатуры, качество кожи у вас будет улучшаться просто на глазах. Аллергия на корм? Ну вот, Светуль, слава богу, что это аллергия просто. Это такой удивительный. Можно ли участвовать в марафоне и набрать вес? Конечно, можно. На набор веса также есть питание. Но на набор веса, те, кто девочке будет работать, у вас будут особые рекомендации по тренировкам. Вам не надо будет тренироваться каждый день и функционалить много. У вас будут в основном только силовые тренировки для того, чтобы вы максимум могли набирать. И, конечно же, питание для вас тоже будет на набор. Справитесь, справитесь, марафон, справитесь. Знаете почему? Потому что старт, начало марафона, тренировки я буду давать более лайтовый. Даже функционал он будет лайтовенький. Вы потихонечку разгонитесь, не переживайте. Ноги, жопа, прям огонь. Вот, потому что если ты придерживаешься правильного питания, которое я даю, я максимально питание даю на сохранение мышечной массы. На сохранение, на качество мяса вашего. Понимаете? Пора, Вита, свой зал открывать. Блин, на это было, конечно, круто, но, ребят, на свой зал нужно бешеные просто деньги. Бешеные просто деньги, бешеные финансы, бешеное вложение. Девочки, по поводу следующего марафона пока что ничего не могу сказать, потому что мы пока что не знаем, когда делать старт пока что следующего марафона. Почему? Потому что там состоится тур, фитнес-тур на Бали. Марья Васильевна. Я тренировала каждый день и все равно. Отлично, я рада. Просто, ну, видишь, Катюша, у тебя это хорошо зашло, да? У кого-то, конечно же, набрать иногда не получается из-за большого количества расходника. Поэтому, если у тебя все-таки получилось набрать, да, все равно поднабрать там качество мяса, да, и не потерять, и при этом ты делала все подряд, ну, это круто. Значит, твой организм, это его, для него подходит все вот это, да, количество тренировок, питание отлично зашло. У кого-то, наоборот, это может быть, что дофига расходника будет, да, и питания мало будет. Вот, и, соответственно, человек же больше рациона не сможет свое сожрать, просто впихнуть, да. Соответственно, чтобы не создавался такой большой расходник, мы, к примеру, убираем половину функционала, оставляем только силовые, да, вот. Пишу на WhatsApp-марафон, она меня напишет. Просто ждите, девочки. Да, все верно, Даша, все верно. Каждый организм, каждое тело индивидуально, конечно. Поэтому, видите, здесь все очень, как сказать, щепетильный процесс такой. Поэтому я стараюсь максимально всем рассказывать, как, например, питание и как тренировочный процесс по максимуму подстроить, например, под себя, да, чтобы вам было это хорошо. А что нужно в марафоне, кроме участия и самой собой? Олечка, ничего больше не нужно. Ничего не нужно. Твоя работоспособность, терпение, дисциплину. Вот единственное, что нужно. Сонька, все, нажралась? Я тебе теперь не нужна? Вот так вот, вот, блядь, продажная. Привет. Здорово, здорово, ребятулечки. Ребятулечка. Пендели быстрее бы получить. Ебошек нужно, все верно. Ну, без ебошивания, как говорится, результата не будет. Все то же самое, как в работе. Если вы хотите расти по карьерной лестнице, что вы должны, вы должны развиваться, вы должны ебашить, вы должны работать. Так везде. Если вы хотите в тренировках результаты, хотите результаты преображения, да, свою фигуру, то, конечно, тоже нужно въебывать. В среду тренила с пивом? Заебись вообще. Ритуль, а в двух марафонах можно участвовать? Я еще у Ильички тренируюсь. То есть, конечно, Олесь, можно. Конечно, да. Ну, если ты нагрузку выдерживаешь, то, конечно, можно. Это по твоему желанию уже, смотри. По желанию, по ощущению, если ты чувствуешь, что ты спокойно вывозишь два марафона, такое количество тренировок, то, ради бога, конечно. Вы едите все, ну, не отказывайте себе ни в чем, просто можно ли жрать и тренить, не жреть. Дашуль, ну, понимаешь, у меня уже, так сказать, по крайней мере, мой организм, да, уже настолько дисциплинирован, что, к примеру, даже когда я, к примеру, срываюсь там с питания, потом возвращаюсь, у меня очень быстро налаживаются все процессы, да. Это потому что дисциплина у моего организма есть, у него есть огромная память хорошая и мышечная, и в плане даже метаболизма, да. Вот, конечно же, если, ну, взять другого какого-то человека, да, не такого, к примеру, натренированного, да, ну, обычного, вот, любителя, то, конечно же, вы можете тренироваться, к примеру, не отказывать себе в еде, но и ждать качества тела хорошего не стоит. То есть, да, у вас будет, ну, там, жесткие мышцы будут, да, там, как бы такие вот, да, вы не будете конкретно расхлябаны, но, конечно же, той фигуры, к примеру, которую вы хотите, там, офигенной, да, ее не будет. Потому что в любом случае, качество фигуры достигается именно за счет питания, это 90%. Планки в марафоне были, огонь чуть не померла. С 24 ноября, уже в это воскресенье, стартует марафон. Пам, боди, тон, спасибо. Никак не отношусь вообще к этому. Ну, наверное, хорошие, я не знаю, я же не пробовал их. Силовые с гантелями. С гантелями, с бутылками, с палками. В марафоне мы используем минимальный, самый минимизированный инвентарь, это палки и палки, швабры, гантели, бутылки. Ну, во-первых, фитнес-туры я часто не летаю. Почему? Потому что у меня есть также хоум-тренинг, тренировки, которые я стараюсь по максимуму отрабатывать. Вот, не пропускать. Вот, может быть, в этот раз получится, и получится выезд с Марьей Васильевной. Но я пока еще не говорю 100%, что я лечу на Бали. Пока еще это под вопросом. Туда уже дальше виднее будет. Стоит я его к тебе в марафон, Ритуля. Молодец, молодец. Ну, маленькие детишки, они выносливые на самом деле. У них энергии много. Отжиматься пока фигово получается. Ничего страшного, со временем будет лучше, лучше. Техника нарабатывается также со временем. Когда, Ритуль, попа болит после тренировки, это нормально или я где-то накосячиваю? Но если у тебя мышцы болят, это абсолютно нормально. Два дня осталось, два дня. Да, два дня осталось до режима, да. У нас в хоум-тренинге также будет введено снова военное положение. Снова будет введено военное положение. Алёна, Алёна, ждите, ждите. Администратор всех добавит, не переживайте, не переживайте. Заявок, потому что много, и небольшие в этом марафоне были, так сказать, технические неполадки. В червовом положении лежим. Что за положение? Военное положение. Правильно, что для того, чтобы накачать попу, нужны веса. Если вы хотите, конечно же, объёмную такую, конечно, нужно создавать гипертрофию и давать строительный материал. Попу можно округлить, но это зависит от того, хотите вы её подтянуть, округлить, оформить, либо вы хотите объём огромный увеличить. А будет расписание в какое время, как эфир? Конечно, девочки, конечно. Марья Васильевна всегда выкладывает расписание на день тренировочное. Скажи, программа марафона сохранится после его окончания, или это будет онлайн программа. А домашние, Юлечка, домашние задания, домашние задания в марафоне, это всё сохраняется. То есть, аккаунты марафона мы не удаляем, не удаляются. Вот. Ну, конечно, единственное, онлайн-тренировок уже не будет. Онлайн-тренировки, они как бы разовые вот идут. Хорошо тебе, Ритка, полублондинкой, да? Не знаю. Ну, что-то Светик тоже говорит хорошо. Хохол полублондинистый такой типа. Ну, я не знаю, мне что-то как-то не очень, если честно. Я хочу снова... Ну, Светик говорит хорошо, вот такой полублондинистый. Не знаю, а мне что-то он как-то не очень. Я снова хочу в красный или в синий покрасить. Помой рот с мылом. Хозяйственным при том. На ёршик мыл и вот так помыть. Минут на 10, то потом продолжать с вами тренировки, или отложить, ну, потому что бы от начала до конца заниматься. Ну, вообще, на самом деле, 10 минут – это очень большое. Если бы на 5 минут, ещё ничего страшного. Ну, 10 минут, конечно, перерыва, ну, тренировка срывается всё равно. У вас отекать можете, отекать. Если сильно бросаете, задержка воды сразу же идёт очень сильная. Отекаете и можете набирать вес. Ёма, я сделаю сделаю. Сахар. Я его посмотрела, и сахар даже в продуктах не ем. Как бабка отшептала, хотя была сладкоежка. Нет, не смотрела. Но я вообще сахар не ем. Ну, так вот вообще. Я кофе без сахара всегда пью. А разница есть через как бы оплачивать, через вас или Марину? Оплата идёт только через администратора. Не через нас с Марины, а через администратора. Вот поэтому номерочку пишите и ждёте, когда вам администратор ответит. Ну, если получится, что, к примеру, сможет Маречка принять, да, там, заявку, то хорошо. Просто у нас очень много в директе сообщений завала, поэтому, если получается, мы принимаем оплаты, заявки, да, и добавляем, если получается у нас. Кино пива и кино шаурма, может, отшептает. Мне кажется, тут даже кино не поможет от пива. Попают арты его. Да, Катюш, будет с чем поработать, да? Я боюсь, да, от пива даже не поможет и кино. Вообще ничего не поможет. Печенюхи, что больше в талайке шла. Фильм печенюхи, бля. Жесть. Привет, Воронеж. Воронеж, хрен догонишь. А что еще можно в марафоне? Ой, в марафоне много чего, ребят, много тренировок, да пизды всего. Тоже пивку обожаю. Я тоже, я пивоманка. И я вот как ни крути, я все-таки пивоманка. Вообще пиздец. Через месяц норма начать заниматься? Катюш, если роды будут у тебя естественные, без осложнений, даже через две недельки ты уже можешь начинать заниматься потихоньку. Привет, привет. Тверь, привет. Привет, ребята. Да-да-да, классно, ну а что, в семье? Кто есть в марафоне, тем и будете заниматься? Привет. Не знаю, вытащили ее там из подвала или не вытащили люди. Но она живая, кошечку кормят там, конечно. Но вытащили ее из подвала или нет, пока не знаю. А фото до я так и не смогу скинуть, я буду рыдать. И еще один волос, смотри, просто жду понедельник. Отлично, очень хорошо. Ну вот хорошо, что кто-то еще с Маречкой прошел экспресс-марафон. Вы уже подготовлены. 24 ноября, стар. Выдай, мамка, ершик, жирушком и мыло. Да, сделай шестой прием. Делать можешь шестой прием белково-овощной за час до сна. Да, ничего страшного, ничего страшного. Можешь шестой сделать прям спокойно. Да, конечно, можно попасть в марафон. Пишите вот по этому номерочку. Английский, но не в совершенстве. Знаю английский, но не идеально в совершенстве. Какие любимые заведения Сарата? У меня нету такого. У меня нету что-то такого прям шквально любимого. Нет. А питание будет правильное или что-то подобное? Все будет, Олечка. Будет и лайтовое питание, более сбалансированное. И, конечно, будет жесткач на сушку. Как понять, какая должна быть силовая тренировка? Непонятный вопрос. Не понимаю, как мне ответить, ребят. Да что вы пристали к Масе с Сашей-то, господи? Прикопались-то к ним. Каждый занимается своим делом. В следующем адский марафон будет у вас. Пивное питание, блядь. Честно, я бы с радостью пивное питание сделала. Ретрениц каждый день лучше или все-таки делать отдых? Юлечка, здесь все зависит от того, от режимности. Пример, марафон – это определенный тренировочный режим. Тяжелый. Там тренировки каждый день, да? Соответственно, всю жизнь тренироваться каждый день и быть в таком тяжелом режиме нельзя. Это невозможно. Ты развалишься просто-напросто. Конечно, можно при бронусском. Конечно, девочки, можно, да. А жесткать сушку – нет, нет. Жесткать сушку – нет, нельзя. Не, ну, сказать, вы можете придерживаться сушку, но все равно добавлять молочку сильно не исключать и баланс по воде стараться держать большой. Тогда более-менее можете жесткать сушку держать. Ну, как сказать, жесткать сушку? Она, вроде, кажется, жесткать сушку, но она все равно полноценное питание, как ни крути. Да, я сама себе стилист. Вы имеете в виду, укладываю прическу, да? А что там ее укладывать-то? 48 – реально от целлюлита избавиться или уж смириться? Ну, надо будет постараться поработать. Все реально, девочки, все реально, но нужно постараться поработать. Конечно, если вы пьете мало воды, конечно, будет молоко падать. Нужно придерживаться вам, особенно, кто кормит грудью, не меньше трех-трех с половиной литров воды пить в день. А если вы тренируетесь, еще больше. Если вы не будете держать баланс по воде, у вас лактация будет уменьшаться. Надо очень много пить, да. Не меньше трех литров. Это однозначно. Хлебать прям, как на водопое слоны. Светочка, потому что постоянно работает. У нас с ней время не совпадает, и у нее постоянно работает, понимаете? У нас разный с ней график. Да, три с половиной литров, конечно. А вы как хотели? Да большего результата. В зависимости, какая тренировка. Силовая, либо это функциональная тренировка. Опять же, на что направлен тренинг? На улучшение выносливости, или больше, чтобы жиросжигание, было. Мне тридцать. Шуба шурная. Только чай, кофе. Ну, блин, это не есть хорошо. Хотя бы, даже если вы не водохлеб, и не любите воду пить, ну, хотя бы литрушечку в день нужно выпивать. Да, в ноябре приезжаю, да, в СПБ. Все верно, главное желание. Если не будет желания, то и результата не будет, понимаете? Ваше желание подстегивает вашу мотивацию, понимаете? Она подходит для... Ну, очень... Ну, я говорю, оно можно, его придерживаться. Ну, просто сильно не исключать молочку, да, и баланс по воде держать. Тогда можно, в принципе, сидеть. Ну, потому что, в принципе, по всем питательным элементам полноценное. У вас это планируется? Нет, мы карьеристки две. Ну, пока не планируем. Мы же не знаем, что будет через 10 лет. А без газа, без газа лучше. А рыдала не заряжает. И вы больше. Согласна, мы вот говорили в прошлом эфире, в среду говорю, вот, блядь, как воду попить, вы ни пизды не можете. А как пивасика, да вы, блядь, 5 литров выхлебать можете. Вот так вот. А так у меня детей, о, вон, 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 во сколько. Кисонька, требует эфир совместный. Требует тебя. Сисечки твои в экран требуют. Сисечки твои в экран требуют. По сосочку. Да, минус 10. Ты еще и в голове наш... О, молодец, хорошо добила. Овсяна, блин, заточи. Помидорку напиздящую, дай огуречек и заебись. Давайте сюда. Спасибо. Не надо сисек завидовать. Соня, ты только сейчас жрала, куда ты, блядь, побежала? Да-да, пива много не бывает. Пива, да, пива много не бывает, пока не уснешь. Вот когда уснула, и то, просто потому что уснула. А так могла бы пить дальше. Интересный тень. Он задерживает очень сильно воду, алкашка. И очень сильный, так сказать, создает катаболизм, развал мышечных волокон. Вот, понимаете? Ну, а так, конечно же, видишь, просто тупо, понимаете, сушка, что вы стараетесь максимально избавиться от лишней воды, да? Вот. Алкоголь, естественно, будет задерживать эту воду по максимуму, создавая отеки, притом сильные, потому что будет создаваться сильный стресс в организме. Вы вроде пытаетесь его высушить, а тут вы хуярите, к примеру, алкоголь, да? Организм не понимает, что ты хочешь от него. Ты его просто заебала, называется. Что ты хочешь, блядь, определись. Конечно, от пива отекаешь, конечно, задерживается вода. А как же? Как насчет тяги к сладкому, как преодолеть? Вот здесь, в голове с собой работать. От туточки. Самому делать печеньки. А? Самому делать печеньки с сладкими. Да, либо самому вот, да, делать печеньки сладкими. Сародку с творогом, с яблоком, чтобы сладко было с бананом. В июне сломала ногу, стояли спицы, осталась ограниченность движения. Ограниченность движений где? Стопа, коленные, тазобедренные, где именно? Нас хотелось бы начать заниматься. Когда можно начать? Вообще, капитошка. Капитошка, вообще, в принципе, заняться можно, просто нужно для себя подобрать программу тренировочную. Вот и все. Составить то, что ты можешь делать. Масяня ушла. Привет. 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 После вчерашнего тренина не могу уснуть энергией, ключом бьет. Плесневый пол. Ну, смотри, видишь, не, ну, в принципе, можешь делать, то есть, элементарно, пальцы, нам пальцы не нужно гнуть. Приседать же ты можешь, можешь. Сама стопа, движение-то стопы уже у тебя есть. Ты же можешь опору на ногу делать? Голеностоп у тебя же работает. У тебя же работает полностью. Вот так стопа, иди, пальцы не можешь, да, их сгибать, грубо говоря. Опору можешь делать. Просто подобрать для себя упражнение. Махи ног, вжим в позе собаки сделать. Махи с резинками делать можно. После приседаний коленки болят. Возможно, техника у вас нарушена. Возможно, не хватает питательных элементов для суставов у вас. Можно такое есть. Вообще, в принципе, девочкам сказать, можно кушать все, но все это должно быть в соразмерных количествах. В адекватных количествах, а не нажираться. Это очень важно. Здравствуйте. Сложная операция. Еще хожу с подлокотным костылем. А, ну, видишь, еще болезненно, да, пока что тебе? Ну, элементарно, можешь даже приседания делать с опорой на стену. С опорой, к примеру, на стену можешь делать приседания. Придерживаясь за стену. Либо возле стула. Приседания у стула можешь делать, чтобы сильно ногу не нагружать. Можно делать многие упражнения на стуле прям. Жим на стуле, мах возле стула ногой. Приседания возле стула. Привет, Новосиб. Привет. Привет. Чтоб тебе не на костылик опираться, а возле стульчика придерживаясь все делать. Челкает. Надо витамины купить, видимо. А то я сяду и не стану. Ну, блин, девочки, если вы тренируетесь, и как ни крути, извините меня, мы с каждым годом, мы не молодеем, да, наш организм, как ни крути, он изнашивается. И, соответственно, чтобы по максимуму поддерживать его и давать все необходимые питательные элементы, вещества, чтобы у него было, да, это не только питание, потому что мы прекрасно понимаем, что сейчас в наше время наши продукты вообще истощены, грубо говоря, по питательным элементам. Там, я больше чем уверен, что в них питательных элементов там вот хуй да маленько называется. Соответственно, что у нас организм, как ни крути, испытывает огромный дефицит еще плюс экология. Конечно же, нам необходимо дополнительно использовать БАДы, витамины, минералы, да, для того, чтобы восполнять для нашего организма это все. Можно ли есть суп из разрешенного продукта? Да, конечно, конечно можно, конечно. Если умеешь делать, конечно можно. Мне коллаген помог от суставов плюс тренировки. Ну, это хорошо. Кому-то коллагена, к примеру, одного элемента коллагена мало, не помогает. Кому-то необходим вообще полный комплекс коллаген, глюкозамин, хондроитин и необходимые аминокислоты. Понимаешь, вот эти вот три составляющих для того, чтобы восстановить, обогатить, понимаешь, и восстановить полностью работу именно сустава. Предоперационная, малая. То есть, получается, предоперационная операция все-таки будет? 9 сантиметров, ну такая, скажу тебе, немаленькая меломка уже. Отлично, да, коллаген зашел? Хорошо. Ну, смотри, тренироваться, в принципе, можно, но стараться на пресс, конечно, исключить упражнения, исключить полностью, да. Более все в изоляции делать. В изоляции. Работа, конечно, с небольшими весами для того, чтобы ты не перенабрягалась через еще вот так заниматься можно. Непосредственно, преимущественно, именно силовые тренировки. Глюкозамин, хондроитин. Было бы за что, господи. Вот это вот очень хорошие, такое, три составляющие для именно суставов. Коллаген жидкий или в капсулах? Ну, конечно, жидкий, он быстрее всасывается, но он очень быстро расходуется. По финансам он невыгодный. Я все-таки, и мне он, во-первых, неприятен в приеме жидкий. Я все в капсулу беру, все в капсулах. Во-первых, это и дешевле, это и на дольше хватает, и не так проблематично принимать. То приседания нельзя вообще... Это правда? Нет, блин, неправда. У меня поясничная грыжа. У нас у девочек по две, по три грыжев. Они вообще функционалят и вообще хуярят, как не знаю что. Самое главное для начала, если ты никогда не занималась, вообще никогда не занималась, и у тебя есть позвоночная грыжа, первое, первоначально, сначала укрепить мышечный корсет спины по максимуму, хорошенько. И потом уже полноценно, спокойно можешь делать все. Девочки, я такие вопросы посоветую, что руки потянуть, посоветую, что упражнения. Ну как я вам посоветую? Я вот сейчас должна встать и начинать все подряд упражнения перебирать на руки. Их миллион, их сотни. Сгибания на бицепс, разгибания на трицепс, с гантелями, с эспандерами вы можете делать. Отжимания узкие, широкие. Поэтому даже если грыжа, это ничего страшного нету, это не кончик света. Сейчас у нас в наше время с грыжами людей, я вот могу сказать, блядь, с 85% людей с грыжами у нас, если не 90%. Будете тренироваться правильно, все в системе, все своевременно и режимно, то ничего у вас болеть, так сказать, никакие грыжи вас беспокоить не будут. Мелатонин в капсулах, что можно сказать о них, ну а что я могу сказать? Для сна, для улучшения и успокоения центральной нервной системы, для нормализации сна. Ну как сказать, почему говорят для нормализации сна? Потому что он непосредственно влияет на центральную нервную систему. Как успокоительные, грубо говоря. Не поняла, если нельзя, делал, делал. Девочки, вот пишите, я даже не могу понять, смыслового смысла не могу уловить. Если нельзя, вертикальные нагрузки. Так, если нельзя, делала, делала МРТ после тяжелых видов спорта, есть смена тазобедренных суставов. Так, далее, если нельзя делать вертикальные нагрузки, далее, делайте тогда горизонтальные все нагрузки. Положение лежа, изоляция и все в горизонтальном положении. Неприятно. Ну, что ж поделось, у меня тоже самое так же. У меня тоже чувствую слайд сустава. Иногда неприятно. Вот сейчас у меня немножко побаливает тазобедренный сустав, отведение ноги не могу делать. Немножко воспалились. Сейчас вот снова я на глюкозаминных андроитине, на коллагене. Мужчины тренируются, да. А у нас девочки с мужьями тренируются своими. Ну, опять же, видишь, ты тренировалась с большими весами, да. С какими же там ты весами тогда тренировалась, что у тебя аж пошла деформация тазобедренных суставов, да. Вообще просто пошла деформация, да. В принципе, со своим собственным весом тела, функционалити, я думаю, ты сможешь. Потому что я не думаю, что у тебя вес не 200-300 килограмм, да. Лечу поджелудочный и желчный пузырь. Тренить можно? Можно, но сильно пока что не напрягаться, если, конечно, у вас сейчас есть и жоги, болевые ощущения какие-то, подтягивают бок, и желудок болит. Питание в марафоне, оно абсолютно чисто, сбалансированное, которое подходит даже для тех, у кого диабет. Особенно тех, у кого панкреатит, проблемы с желудком, это вообще необходимое питание. В принципе, пожизненное. Привет. Так, ну что, ребята, блин, уже час прошел, мы с вами поездим целый час. Ну что, давайте я побегу, сейчас пора ехать по делам, мыться, кушать и ехать машину забирать. С ТО. А то страховка закончилась, сделали ТО. Ой, господи, зевотина пробила. Вот. Ну что, так, что, правильно, правильно, Питас. Ходила к тренеру, объем ушел, а вес прибавился, начала, как обычно есть, то вес пошел вниз. Почему так? Ну, потому что, скорее всего, у тебя прибавился вес за счет того, что у тебя мышцы стали тяжелее. А, возможно, ты вернула питание, начало создаваться именно что? Анаболизм начал создаваться, то есть мышцы начали разваливаться, поэтому вес, возможно, у тебя и ушел. Понимаешь? Ну, то есть много нюансов. Либо то, либо то. Ну что, все, давайте я побежала, так можно и второй час сидеть. Ну что, я всех вас люблю, целую. Желаю вам отличного дня, конечно, хорошего уже настроения. Я напоминаю, что завтра в 11 часов по московскому времени на страничке Марьи Васильевны будет открытая промо-тренировка «Йога для спины». Также героям марафона я напоминаю, что завтра в 12 часов по московскому времени у нас стоит фитнес-инструктаж «Разбор полетов». И уже в воскресенье наш фитнес-поезд с героями марафона отправляется в предновогоднее, так сказать, путешествие полной трансформации. И уже в воскресенье, 24 ноября, стартует марафон, который продлится ровно месяц до 24 декабря. А если вы еще не вступили и еще ждете и чего-то, какого-то там, я не знаю, пенделя, то как раз вам именно в марафон, там, где вы получите огромный, масштабный пендель от пяти спикеров. Да. Поэтому пишите по этому номерочку в WhatsApp и терпеливо просто ждите. Администратор обязательно всем, всем ответит. Будем работать до последнего клиента, пока всех-всех-всех вас не добавим. Все. Всех вас целую. Пока-пока. Продолжение следует.